Выбился из сил заведующий отделением COVID-19 Когульской районной больницы Анатолий Малков, уволился из-за невыносимых условий труда. Самая большая проблема сложилась с тем, что на 55 человек я проработал два месяца один. Просматривал этих больных ежедневно, давал им назначения, давал рекомендации по лечению. Температура, жиропонижающие препараты. У нас много больных с хронической потолоке, сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Есть онкологические больные, тяжелые, которые лежат. И мой уход оттуда – это крика помощи. По словам врача, ситуация обострилась на этой неделе. Ежедневно в больницу госпитализировали до 17 пациентов с COVID-19. Из-за отсутствия раздельных зон между больными и врачами риск заражения медперсонала заметно возрос. Можно небольшими затратами в течение двух часов сделать перестановку нескольких дверей, создать красную и желтую зону. Три дня меня кормят, завтра, завтра, завтра ничего не сделано. Двери в палатах, замки не работают. Открывается наш, те же персонал ходят, пациенты ходят между персоналом. То есть там полный ужас творится. Врач просил помощи у директора больницы Олега Кричуна. В свою очередь, руководитель медучреждения говорит, что никто из строительных подрядчиков не хочет работать в отделении с профилем COVID-19. Он также объяснил, почему, по его мнению, Анатолию Малкову пришлось выполнять такой объём работы. 55 пациентов, о которых говорит Малков, находились в течение пяти дней, когда резко возросло количество случаев. Нам понадобилось время, чтобы перейти ко второму сценарию. В Минздраве говорят, что проанализируют ситуацию. Создана комиссия по оценке и поддержке. Она отправится в Когул и даст беспристрастную оценку тому, что происходит там. Председатель Когульского района Марчел Чинуша сообщил, что в четверг в больнице не было свободных коек для больных с COVID-19. Но в пятницу шесть пациентов были выписаны. Однако этого недостаточно, и в ближайшее время общежитие медицинского колледжа преобразуют в распределительный центр. В отделении кардиологии и неврологии есть 10 свободных коек. 30 мест нашли в общежитии медицинского колледжа. Максимум в течение двух дней там начнут принимать больных. Когульский район занимает четвёртое место по количеству случаев заболевания COVID-19. Оно приближается к шестистам. Чтобы остановить распространение вируса, на прошлой неделе районные власти приняли решение закрыть городские рынки до 22 июня. Однако его отменили после протеста торговцев.